Новости на канале СТВ в студии Юлия Калашникова. Добрый вечер и в начале коротко о главном. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На двух колесах и на каблуках. Сегодня в Минске прошел парад скутеристов. Разноцветная колонна пронеслась по столичным улицам. Беларусь в этом году получит более 9 миллионов тонн урожая зерновых и полностью обеспечит себя фуражным зерном. Об этом главе государства Александру Лукашенко было доложено во время рабочей поездки в Минскую область. Президент ознакомился с организацией уборки ячменя и заготовки травяных кормов. В этом году в регионе активно внедряются новые технологии по упаковке сенажа в специальную пленку. Специалисты заверяют, что именно такая форма заготовки кормов способствует их максимальной сохранности. Евгений Горин продолжит. Совхоз Минский ОАО «Дорорс» – одно из успешнейших многопрофильных хозяйств страны. С каждого вложенного рубля здесь зарабатывают где-то полтора. При этом финансовой поддержки у совхоза нет. Она была только на начальном этапе создания в 90-е годы. Аграрии сеют зерно, заготавливают корма, создали собственную сеть из 140 магазинов. Без посредников торговли фрибы гораздо выше. Совхоз – хороший пример эффективной работы на земле. Это вообще предприятие, оно многопрофильное. У него выручка полтора триллиона. Это в «Дорорсе» в целом. Да, в целом «Дорорсе», в этом унитарном предприятии, у него полтора триллиона белорусских рублей выручки. И он вообще не получает ни рубля откуда-то дотационных каких-то спонсорской помощи. Но у тебя все эти 8 или 9 хозяйств рентабельны? Да. Все? Да. Ну так, а что у нас в стране нельзя так работать, как он работает со своим? Можно работать. Опыт есть, образец, вот, пожалуйста. Надо теплиться, пожалуйста, приехал, посмотрел, цветы рентабельные, так? Да, конечно. Надо тепличное хозяйство, овощи, овощи рентабельные, даже очень, я так понимаю. 40% по-моему, рентабельные. Да, за первое полгода у меня 51%, но по году будет 42%. Ну вот, это, слушай, нефтепереработка. В Беларуси в самом разгаре уборочная. Ожидается урожай зерновых на 9 миллионов тонн вместе с кукурузой. Таким образом, республика полностью обеспечит себя фуражным зерном. На сегодняшний день зерновые колоссовые оборудования площадью 918 тысяч гектаров составляют практически 39% от этой площади. Намолочены более 3 миллионов тонн с урожайностью 33 центнер из гектара. Это ниже уровня прошлого года, потому что по темпам уборки мы стоим практически на два дня. Льна связана с тем, что в предыдущие дни были испорчены погодные условия, поэтому тем, тот, который с каждым днем увеличивается, позволяет нам завершить уборку зерновых культур оптимальные сроки. В ходе доклада об уборочной президент интересуется, как обстоят дела со льном. В этом сезоне складывается удачная ситуация с пассивами. Процесс заготовки и переработки льна будет по жёстким контролям. Смотри, чтобы мы здесь ещё и не попали опять, что льнокомбинат не рассчитается с льнозаводами, за волокно, а льнозаводы не рассчитается с колхозами, совхозами. Вот этого быть не должно. Поле для заготовки кормов – ещё одна точка рабочей поездки главы государства. Поля Минщины стали обкаткой для пилотных проектов по заворачиванию кормов в спецплёнку, устойчивую к опризам природы и максимально сохраняющие питательные свойства травы. Новая технология уже опробована трактористом Евгением. Сейчас можно 25 тюков. В зависимости от плотности тюка, 25-30 можно делать. Заготовку травяных кормов по новой технологии в Беларуси будут наращивать. Ты абсолютно убеждён, что это хорошие подходы, правильные? Да, абсолютно. То есть с плёнки сенаж на корм скоту – это хорошая штука? Да. И мы, я считаю, что из-за качества кормов мы и пролетели с молоком. Значит, здесь качество отличное, всё хорошо? Да. Я переживаю за принятое мною когда-то решение. А вдруг это неправильный подход? Правильный подход. Что мы начинаем делать? То есть надо даже экономически строить сенажную яму. На одну яму надо полтора, грубо говоря, миллиард. На одну яму. А на один пресс-подборщик у нас он миллиард-двести. На один пресс-подборщик. Ну понятно. Но потом же тебе ещё и плёнку. Но наша плёнка. Наша плёнка. Ну так тогда надо этим путём идти 30% в будущем. Это как минимум. В 15-м году половину завернуть. Потом пару лет и надо полностью, как это весь мир делает, заворачивать в рулоны. В этом сезоне заготовка кормов идёт гораздо лучше, чем в прошлом. По стране цифры разные. Но, например, в Минской области на одну бурёнку собрано почти на один центняр травянистого явства. Больше, чем в 2012. По всем регионам страны сейчас идёт уборочность зерновых, зернобобовых, азимового рапса и льна. По расчётам аграриев, материально-техническая база позволяет собрать этот урожай за 17 дней. Евгений Горин, Николай Синчила, телекомпания СТВ, Минская область. В Минском районе Александр Лукашенко также посетил молочно-товарную ферму. Президенту доложили о выполнении его поручения по реконструкции и техническому переоснащению комплексов. Как было отмечено в Беларуси, по итогам 2013-го ожидается рост производства молока и мяса. Глава государства также оценил работу тепличного хозяйства «Дорорс». Подробно Ольга Юрудь. За их весом, ростом и питанием следит компьютер. Полное досье есть на каждую из четырёх сотен коров. Так контролируют здоровье и формируют рацион для животных. Эта коровка вчера, например, давала 38 литров молока, а сегодня она даёт 16. Что случилось с животным, смотрит врач сначала, а потом какие причины, что могло произойти. Эту ферму в Савкоземинске открыли в канун Нового года. Снесли ветхое здание и построили новое. 38 миллиардов рублей инвестиций окупятся, говорят, за пять лет. Вентилируемое помещение и последние новинки техники. Машина раздаёт корм, а вот этот агрегат, с виду похожий на гигантский пылесос, подбрасывает еду поближе к животному уже во время кормления. Результат в среднем с одной коровы в сутки 22 литра молока. Такое оборудование всё чаще можно увидеть на фермах республики. В данный момент идёт строительство, реконструкция большого количества ферм. Все охотно покупают доильных роботов, автоматические подвигатели кормов, автоматические системы поддержания микроклимата в коровнике. Весь процесс по уходу за животным от кормления до доения здесь выполняют роботы. Это не только облегчает труд работникам фермы, но и позволяет получить качественный продукт – молоко экстракласса. О производстве молока и мяса сегодня шла речь во время рабочей поездки президента в Минскую область. Мясо производят с прибавкой, а вот с молоком отстают. Однако есть надежда к концу года выровнять планку и по этой позиции. По мясу у тебя прирост идёт? Рост идёт. Сколько процентов? 104,7%. 104,7%. Процентов 6-7% ты получше. До конца года, да. До конца года, да, получше. Так, а по молоку что? Что касается молока, мы практически на 35,8 тысячи через полгода. 7 июля, 103,3 десятых. За 8 месяцев мы постараемся это закрыть, уже будем добавлять по молоку в целом. То есть ты убеждён, что за 100% вымолока? За 100% по валу мы выйдем уже за 130. Зашла речь и о реконструкции молочно-товарных ферм. Этот вопрос на контроле у президента. Из запланированных 1208 функционирует лишь треть. Хотя значительные работы по реконструкции 811 комплексов предстоит выполнить уже к 1 октября. К слову, в нынешнем году ввели лишь 47 ферм. Практически все они в Минской области. Нам надо 323 фермы. 323 фермы находятся в списке, в альбоме у Мясниковича. Как точно. Поимённо, в какой деревне и так далее. И не только у Мясниковича. И у Якобсона первое полугодие у нас 139. Это подтверждено комитетом государственного контроля уже. Они введены в полном объёме. И 71 мы добавили за июль месяц. Я поставил задачу, мы до 1 сентября должны выполнить ваше поручение. Ну и как договаривались, год там должен в этих дворцах стоять. Пустым не будет, но постепенно будем заполнять. За следующий год мы заполним. Ещё одно структурное подразделение Дурорс – тепличное хозяйство. На 35 гектарах выращивают овощи, зелень, клубнику и цветы. Половина уходит на экспорт. В наших погодных условиях это дело прибыльное. Вот помидоры ещё недозревшими отправляют в Санкт-Петербург. Товарный вид приобретут во время пути. Так, создавая благоприятный климат для роста растений, наращивают объёмы производства и выручку. В прошлом году продали продукции на 180 миллиардов рублей. Рентабельность на овощах 40%, на цветах скромнее 20%. С голландскими розами мы можем конкурировать в любое время. Голландская роза выкупите, она у вас 2-3 дня больше не простоит. Наши цветочки срезанные стоят 2 недели, а есть у нас 40, которые стоят 28 дней. Тепличный комплекс республики, а это 24 крупные хозяйства, цветы сейчас выращивают во всех областях и Минске. Поэтому смело Беларусь и пророжит в ближайшие годы цветочные перспективы. Полностью обеспечить свои потребности в этой продукции. Президент высоко оценил нынешний результат, напомнив, что несколько лет назад давал поручения по развитию тепличных хозяйств, и в частности по разведению цветов. В то время многие сомневались в успехе. Видишь, когда я говорил, каждый губернатор 2 гектара хоть помыли. Это у меня было вообще своим. Нас держали за горло. Так они сделали 2 гектара. Тогда сделали по 2 гектара теплицы, это вот такие площади в каждой области. И дальше пошли. У тебя уже 4. 3,5. И сделали, а все плакали, невозможно. Мало того, что и рентабельно. Всего продажи около 50 миллионов. Поэтому на половину сократили. Ну вот 20 завозим, 30 уже миллионов производим. Потихоньку выйдем, и на 50, и экспорта обеспечиваем. Сегодня здесь выращивают 12 видов роз, 7 альструмерий, 13 сортов гербер. Все они в одном букете. Такой подарок подготовили сотрудники Дорорса, главе государства. Ольга Юруть, Валерий Науменко, телекомпания СТВ. Белорусские фармацевты завершают испытания новых лекарств для лечения онкозаболеваний. Сегодня предприятие Белмедпрепараты посетил премьер-министр Михаил Мясникович. Здесь установлена новая линия производства, запустят которую уже в этом году. Всего же сейчас на предприятии реализуются пять крупных инвестиционных проектов. Премьер-министр поручил заводу увеличить долю экспорта производимой продукции до 70%. Следующими проектами у нас будет проект по организации производства лекарственных средств в преднаполненных шприцах. Сейчас в стадии разработки еще один проект это производство лекарств в форме картриджей. Преднаполненные шприцы это как бы лекарства уже в шприце, а не в ампуле. То есть его можно ввести мгновенно, ввозится в нашу страну таких препаратов на значительную сумму, это миллионы долларов. И, соответственно, организация такого производства позволит нам сэкономить эти валютные средства. Парадоксы в проблемах строительства. Участники рабочей группы, созданные по поручению президента, решают очередную порцию вопросов. Сегодня домостроительные комбинаты могут строить дешевые квадратные метры для нуждающихся и для тех, кто пользуется господдержкой. Однако такие предприятия в республике загружены не полностью. В чем причина? Дефицит средств или принятие неправильных решений? Анастасия Иванникова подробнее. Для Ирины и Александра этот ноябрь должен стать по-настоящему знаковым. Ждут прибавления в семье, да еще и ключи от заветной витебской квартиры застройщики обещают отдать осенью. Вот только в счастливое новоселье верится едва ли. За последний просроченный год взять высоту новостройки жилстрою оказалось не под силу. Как, впрочем, и закончить с отделкой. Тем временем надежды с каждым днем все меньше, а степень готовности будто и не меняется. Все те же 50%. Что не скажешь о стоимости того самого квадрата с двух до семи миллионов. Начинали мы строить с 2010 года, а уже, слава богу, конец почти 2013. Строим мы за свои деньги и, получается, берем кредиты банки на общих основаниях. А этот долгострой Брест получил в наследство от печально известной строительной фирмы Облик. Заветные ключи в руках новоселов должны были быть еще в мае 2010 года. Но вместо этого банкротство организации и, как следствие, замороженная стройка. Сегодня картина иная. Закуплены лифты. Две из четырех секций дома планируют накрыть уже к сентябрю. Согласно графику, утвержденному уже всеми и руководством города, руководством области, вот этого и дома Юг-62 и депутамута запланировано в декабре 2013 года. К комитетам еще ранее неоднократно обращалось внимание на недостаточные темпы строительства данных объектов, о чем информировался область полкома. Как и прежде работает телефон доверия. Правда, на многих застывших объектах дела уже сдвинулись с мертвой точки, причем по всей республике. В определенной степени кое-какой результат уже пошел. Это не должно быть для нас предметом для самоуспокоения. Потому что строительство такая, что там как только первые результаты и чуть ослабило внимание, тогда эти результаты сразу превращаются в свою противоположность. Правда, по-прежнему в центре внимания вопрос ценообразования. Нередко вместо заветного квадратного метра новоселы получают лишь цены в квадрате. Застройщики говорят о дорогой строительной серии. В этом-то и первая ошибка. Сегодня можно строить дешевое жилье, например, при участии домостроительных комбинатов. Созданных мощностей хватает. Тогда удивляют цифры. Модернизированные ДСК по республике загружены лишь на 83%. Что и говорить, парадокс. Эта проблема создана не из-за дефицита средств, не из-за дефицита мощностей, а из-за неправильных управленческих решений. Анастасия Иванникова, Юлия Бешанова и Анастасия Бут, телекомпания СТВ. Генпрокуратура Белоруссии проводит работу над ошибками. Накануне глава государства раскритиковал действия правоохранительных органов в области борьбы с коррупцией и экономическими преступлениями. Сегодня в Генпрокуратуре прошло оперативное совещание, на котором обсуждали недостатки и просчеты в работе. В частности, были рассмотрены вопросы по координационной деятельности прокуратуры, оценена эффективность работы созданных антикоррупционных комиссий. Поднят вопрос о повышении ответственности руководителей за организацию профилактической работы. Перед прокурорами также будут поставлены задачи по налаживанию более эффективного взаимодействия оперативных подразделений, правоохранительных органов и Следственного комитета. Несмотря на то, что на протяжении последних трех лет мы видим устойчивую тенденцию снижения коррупционных преступлений, мы знаем, что степень данных правонарушений достаточно высока. А поэтому вопросы профилактики, выявления, пресечения преступлений являются актуальными и напрямую от них зависит экономическая безопасность нашего государства. Президенту Израиля Шимону Пересу сегодня 90 лет. С юбилеем одного из самых известных политиков, уроженца Беларуси, лауреата Нобелевской премии мира, поздравил глава нашего государства Александр Лукашенко. Родился Шимон Перес в деревне Вишнево Воложинского района. В 1931 году его отец эмигрировал в Палестину. Сын закончил престижную гимназию, был лидером молодежной организации и в конце 40-х стал помощником генерального секретаря Министерства обороны Израиля. В то время Пересу было только 25 лет. Долгие годы он работал в оборонном ведомстве, и именно ему принадлежит главная роль в создании авиационной, электронной и оборонной промышленности страны. На протяжении более полувека Шимон Перес занимал самые ответственные посты в государстве. В 2007 году был избран президентом Израиля. Сегодня он старейший из действующих глав государств на планете. А недавно ему вручили белорусское свидетельство о рождении. Он у нас родился, он наш земляк. И даже последние действия, когда посол Израиля в Беларуси, господин Шагал, помог организовать ему свидетельство о рождении в Беларуси, он с таким большим воодушевлением принял это. Он сказал, что наконец у меня есть документ, подтверждающий, что я родился в Беларуси и что я знаю, что я родился в Беларуси 2 августа. Крест Андрея Первозванного покинул Минск. До последнего момента он находился во всех святском храме. За все время пребывания там святыни смогли поклониться сотни тысяч верующих со всех уголков страны, а также паломники из соседних государств. Напомню, крест, на котором по преданию был распят апостол Андрей, был привезен вечером 28 июля. Пребывание святыни в Беларуси было приурочено к 1025-летию крещения Руси. До этого она побывала в Москве, городах Подмосковья, Санкт-Петербурге, Севастополе и Киеве. Санкт-Петербург Сюда приехали провожать, слава Богу, благодарим Господу, что послали нам такую милость. Ощущения необесимые, как будто сошла какая-то благодать Господня. Я приложилась дважды к кресту, я приложилась с большим удовольствием, потому что в душе великую веру имею. Я считаю, что мы должны были все приложиться, но не у всех, наверное, выходило времени или что. Даже побывши в ауре, мы получаем большую благодать от всего этого мира. Это святыня, к которой можно обратиться с любой просьбой. Мы надеемся на то, что наша просьба будет услышана и Господь нам поможет. Голубые береты, крылатая пехота, летающая гвардия. Свой профессиональный праздник отмечают сегодня воздушно-десантные войска элиты Белорусской армии. Сейчас подразделение носит название сил специальных операций. По традиции в этот день в парках и скверах встречаются десантники разных поколений. Официальные же празднования проходят в частях. На праздники побывала Юлия Бешанова. Под гражданской рубашкой тельняшка уверена, несмотря на возраст походка. Алексей Васильевич, ветеран ВДВ, сегодня с грустью смотрит в небо. За его плечами 27 календарей службы и множество прыжков с парашютом. Говорит, что первый из них и не помнит. Зато ощущение полета сохранил на всю жизнь. Смотришь, короче говоря, сейчас молодежь где прыгает, видишь, там полигон-то рядом. Ну, почему не я там? Тянет, конечно, естественно. Ощущение полета Брещанам и гостям города подарила сегодня воздушная гвардия. Прыжки с парашютом, демонстрация военной техники, выступления всех подразделений и реконструкция боевых действий. Свой профессиональный праздник. Ворота КПП 38-й мобильной бригады открыты с самого утра. Это честь, что служил здесь. И всегда хотелось, чтобы и родные здесь были, у меня и семья военная. Траница одна. Собираться 2 августа, собирать друзей, которых мы много лет не видели. Мы не виделись, например, 25 лет. Вот мы встретились. Россиянин Андрей Скрынников и его сослуживцы не виделись ровно 25 лет. Рота связиста 87-го года сегодня вновь почти в полном составе. Встречи не помешали ни время, ни расстояние. Армейские друзья съехались из ближнего и дальнего зарубежья. Иосиф Гемлинг, например, прибыл из Германии. Всегда на 2 августа одеваю берет, одеваю тельняшку. Вот это у нас организовало как бы характер наш, да, и так далее, и тому подобное. Это, ну, словами просто это не передать. Это какое-то душевное состояние. Свои войска от десантников не без основания считают самыми дружными, причем и в жизни, и в бою. Крылатая пехота прошла несколько войн и горячих точек. Сегодня, в профессиональный праздник, уже новое поколение голубых беретов показывает настоящее армейское братство. Всего специальных операций, слава! Илья Бешанова, Станислав Пекарский, телекомпания СТВ, Брест. На двух колесах и при полном параде свидетелями необычного зрелища стали минчане. Разноцветная колонна из полутора сотен скутеристов пронеслась по столице. Причем за рулем были не только брутальные мужчины, но и представительницы слабого пола. Как и полагается девушкам в платьях и на каблуках. Впрочем, нашлись и оригиналы. Некоторые участники примерили форму военных лет и самые неожиданные образы. На этом выпуск завершен. Далее столичные подробности. Итоги дня в 22.30 с Олегом Степунюком. Я прощаюсь с вами. Оставайтесь на СТВ.